Всем здравствуйте! Рада приветствовать вас на своем канале. Сегодня я хочу сделать расклад, такой мини-расклад, послание вас самих из вашего будущего, чтобы вы хотели сами себе сказать, о чем-то, возможно, предупредить, где-то, может быть, поддержать. И мы сейчас с вами посмотрим. Позиции вы видите. Вы видите, взяла колоду пяти и второго шамана. И посмотрим, что нам эти колоды скажут, какое сообщение вы сами себе передаете из вашего будущего. Отодвигаем позиция номер один, голубенький камешек. Сейчас посмотрим сначала касательно чего, а потом что именно передаете. Так, вот еще две карты, единички. Я хотела от карты выходить. О, даже не вверх вышло, а четыре. Да, четыре, так четыре. Что вы сами себе передаете из будущего. Касается она чего. Так, у нас получается три прямых и одна перевернутая. Значит, жизнь бьет ключом. То есть праздник. Что-то такое хорошее. Причем здесь как раз таки седьмая чакра у нас изображена, да. Непосредственно связанная с высшими силами. Здесь вы передаете себе послание о том, что в вашем будущем все будет хорошо. Здесь какой-то праздник. Здесь вас ожидает какой-то праздник. То ли вы чего-то достигли. Что-то вы тут празднуете, да. Может быть, день рождения. Может быть, может быть, что-то. Но, скорее всего, здесь какие-то победы. Может быть, кому-то поступит здесь предложение, да. Потому что у меня почему-то свадьба идет. Может быть, пойдете на какую-то свадьбу. Какое здесь послание? Аркан звезды. Знаете, ваше послание здесь связано с достижением какой-то вашей цели. Причем эта цель не конкретно материальная. Здесь, скорее всего, цель связанная с состоянием вашей души. То есть, как будто вы знаете, когда вы достигаете, либо понимаете свое предназначение. Когда вы понимаете, для чего здесь налажен контакт с вашей душой. Вы начали делать здесь как будто бы первый промежуточный этап на том пути, которым вы сами себе наметили, вы уже достигли. Почему я говорю первый, либо промежуточный, потому что цель, которую вы себе поставили, которая ставила себе ваша душа, она достаточно большая, глобальная и далекая. Есть расстояние, но вы уже встали на этот путь. Знаете, от того, что вы идете в правильном направлении, вы идете на правильном пути, ваша душа ликует. Вот это вот праздник, это ликование вашей души, что наконец-таки вы все делаете правильно. Наконец-таки вы иступаете куда-куда нужно. Наконец-таки вы научились слушать себя. Вы научились быть в контакте со своей душой. Вы делаете все, даже если это какие-то трудности, сложности, вы все равно все делаете правильно. Вы молодцы. Вот здесь вот как будто, вы знаете, какое-то вот вознаграждение идет. Одобрение. Не вознаграждение, а одобрение. Вот ваша душа одобряет ваши поступки. Одобрение как-то вот ваши мысли, да, то, о чем вы мыслите, как вы мыслите. То, что вы научились уже видеть реальность. Что то, знаете, здесь вот ощущение того, что то, о чем вы как будто бы молились, просили, и это имело какое-то отношение к вашему прошлому. Что-то, возможно, не реализовывалось. Может быть, какие-то больные сценарии не могли излечиться. Но здесь ощущение того, что здесь поставлена точка. Вы как будто бы отпустили свое прошлое. И поэтому душа здесь ликует. Наконец-то вы сделали то, что она хотела от вас. И это имело отношение к вашему прошлому. Причем, знаете, вы не хотели отпускать. Вы до последнего верили в то, что что-то может измениться. Но здесь вот такое ощущение, что вот эта вот кобыла, которая сдохла, вы долгое время еще стояли над ней и ожидали какое-то чудо, но что-то не происходило. В конечном итоге вы приняли ситуацию. Вы приняли, и это помогло вам увидеть реальность такой, какая она есть. То есть ваши очки спали. Вы стали видеть как-то более прагматичными, что ли, стали. Перестали придумывать того, чего нету. Да, где-то. И самое главное, вы отпустили прошлое. Какое-то очень болезненное прошлое. То, за что вы боролись, то, что вы очень и очень хотели. В какой-то момент вы как будто бы поняли, что вам это на самом деле не нужно. И вот вы это отпустили. И как только вы это отпустили, как будто бы сразу ваш путь, он как-то выровнялся. Понимаете? Вы как будто бы в одночасье отступили на правильный путь. То есть вот только отпустив того, что нужно. Вот все выровнялось. До этого было какое-то искажение. Это как яд, который капает, капает. И вдруг вы неожиданно перестали принимать. И сразу выздоровели. А раньше вы как будто бы принимали яд и молились о том, чтобы выздороветь. А этого не получалось. А потом вы сами увидели, что является вашим разрушением. Отрезали это. И в одночасье выздоровели. И поэтому ваша душа лихует. Следующее сообщение. Провал ожидания. Вот я говорю, ожидание. Выбросило вас из этих эмоций. Наконец-таки. Наконец-таки. Это связано, я же говорю, то, во что вы верили как-то. Я не знаю, почему вы это делали. А почему вы во что-то верили. В то, что здесь удивительное такое ощущение. Знаете, вы с одной стороны как будто бы знаете, что это вам не нужно. Это неправильно. И можно было отпустить. Но как будто бы как-то по привычке, по инерции. Вы что-то еще ожидали. Во что-то еще верили. Вот здесь вот опять-таки. Как продолжение первой истории. Вы сами себе из будущего говорите о том, что ваши ожидания, они провальные. И как только вы это осознаете, вы сразу... Наступит внутри вас примирение. Потому что было вот это вот, а надо, не надо. А получится, не получится. А вдруг вернется. А вдруг не вернется. Да, вот что-то такое. И вот как только вы это отпустили, сразу в вашей душе наступило какое-то примирение, спокойствие. Небо очистилось от лучей, вышло яркое солнце. И вы вот в этом солнце, вы увидели, что не то, что то, что вас сейчас ожидает впереди, это будет лучше, или вам что-то другое дастся. Нет, а вы как будто бы увидели мир в ином свете, более ярким, что ли. Это был единственный сдерживающий фактор. Это у вас какая-то последняя какая-то капля на вашем новом пути. Да, очень много вот иллюзий было. Да, здесь вот как раз говорит о том, что надо было это... А вы не хотели отпускать. Вы это знали. Здесь нельзя сказать, что вот вы не знали. Здесь вы знаете, о чем речь идет. И вы это отпустили. Отпустили, и... И сразу как будто бы все наладилось. Здесь сообщение о чем, перевернутая карта, принятие происходящего. Знаете, такое ощущение, что все как будто бы вот про одну историю. Говорит как следующим этапом, да, что вам нужно принять. То есть да, вы осознали, что история провальная, ожидание отпустили. Получили вот какое-то вознаграждение, какой-то знак о том, что да, все правильно вы сделали, не переживайте. И вот это подтверждение, оно даст вам следующий этап, вот принятие происхождения, что вы принимаете. Да, окей, ситуация так обстоит. А теперь я пойду, ну как-то, я не знаю, самостоятельно. Допустим, вот там развелся, да, окей, развелся. Теперь я буду жить самостоятельно. То есть здесь уже нет вот этого вот горевания, переживания какого-то, да. Здесь именно принятие, это приведет вас как раз к внутреннему спокойствию, балансу, гармонии. Вот, понимаете, вот вы внутри успокаиваетесь, и у вас начинают другие вибрации. Они более такие хрустальные, более высокие. И они сразу вас выбрасывают на другой уровень, на уровень выше. И вы это знаете, как почувствуете? У вас сразу пойдут деньги. Вот если у вас пошли деньги, если у вас в профессиональной сфере все настроилось, если ваше мастерство вот пошло вверх, то это вот как раз и будет та подсказка вам, что вот про это идет речь, что вы все правильно сейчас сделали. Причем у меня такое ощущение, что вот то, что вы отпустили, сейчас я не хочу никому давать надежду, но вот здесь вот такое ощущение, что то, что вы отпустили, оно как будто бы к вам вернется. Но вот иначе, это, знаете, как в пранках бывает, да, вот вас разыгрывают, и потом вы такая начинаете реагировать, там, я не знаю, как-то показывать свои эмоции, и вдруг неожиданно камера становится и говорит, ну, мы вас разыграли, это было право. И вот все, кто играл, там, обидчика, наказателя, все к вам подходят, вас обнимают, вы такая вот, ну, а я не знаю, как теперь себя повести, да, то есть я увидела, что этот человек на самом деле, тот, который меня разыгрывал, если, допустим, он играл роль тирана, на самом деле, вот, ну, нормальный, и вы и обид, как будто вы не держите, и заново можете дружить, общаться, но вы как будто бы увидите настоящее лицо этого человека, не в плане, там, хороший, плохой, а в плане вообще другого, да, то есть вы поймете, что, вот, как будто бы злую шутку раньше с вами играли, для того, чтобы проверить вас, вот, какая-то вот проверка была, и вы прошли эту проверку. И здесь вам говорят о конфликтности, с чем связан ваш конфликт, это, мне кажется, вообще другая какая-то история здесь, о чем речь. Профессиональный в вашей сфере, остановление вас, это будет связано как-то с новыми шансами, с какими-то возможностями. Возможности, знаете, либо как-то перенять опыт, это вот как-то связано с профессионализмом. Вот то, что здесь я сказала, вы получите подтверждение, у вас потом откроется новый какой-то шанс, новая возможность. Новая возможность с чем, о чем? Выйти из повешенного. Вот то, что у вас не развивалось в профессиональной сфере, оно сразу упадет, оно выйдет, понимаете, вы станете другим, вот в чем фишка. Как будто бы вот ваша профессиональная сфера, она была готова. В принципе, реальность, она не меняется, она статична достаточно. Но чтобы ее увидеть, надо изменить восприятие. Ваше восприятие, оно вот было таким, которым я рассказывала. А сейчас ваше восприятие, после того, как вы прошли вот эту вот проверку, вы изменились, ваши вибрации изменились, и вы реально смотрите по-другому. Я не говорю, что это хорошо или плохо, но вот это вот по-другому, это более высокие... Это, знаете, как в музее, вибрации. Это как в музее. Один проходит и смотрит, о, просто там, я не знаю, сюрреализм, непонятно что, а другой приходит и начинает восхищаться. Все зависит от того, кто смотрит. Так вот, у вас раньше были такие глаза обывателя, а сейчас как будто бы вот какого-то эстета стали, да, профессионалы. Вы уже на эту картину, на произведение искусства, будете уже смотреть глазами профессионала и будете восхищаться. То есть, картина, она какая была, она такая стала. Ваше восприятие изменилось. И здесь восприятие меняется. Я не поняла, конфликты с чем связаны? О чем здесь конфликтность говорится? Об эмоциональности. Так, вас изменит все. Это был ваш урок. Вот ваш духовный урок, он был связан как раз-таки с исцелением вас. Вот это ваша эмоциональная сфера. Вы этот урок прошли, да, вы этот урок прошли. И он, он связан как-то вот с эмоциональностью. И вы излечили, здесь произошло излечение вашей души. Вы как будто бы на, понимаете, здесь фишка в чем? Вам нужно было найти себя. Удивительная карта. Мужчина проходит мимо магазина, он видит в витрине свое отражение и видит туфли. Но все туфли, они не парные. Они либо правые, либо левые. Ну, то есть, они получают пару. И здесь у вас идет исцеление того, что, возможно, вы шли по жизни и как будто бы не видели себе пару. То есть, вроде бы туфли есть, но они не парные. Либо правые, либо левые. В этом заключался ваш духовный урок. И вот после того, как вы исцелили, вот здесь вот эти вот иллюзии свои убрали, ваша душа исцелилась. Исцелилась, и велика вероятность, что здесь вы, если для кого-то важно, да, вы обретете пару. Причем это не обязательно, что это новая пара. Это может быть, как я уже сказала, да, хорошо известный вам человек заново, как вариант, не обязательно. Так, но не в этом суть, а суть в том, что вы, ваш эмоциональный фон, он исцелился. В этом заключался ваш урок, да, и в этом был ваш дьявол. Именно в понимании и ваш маг, да, 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 здесь вот прям великие арканы стали выпадать, и вы стали магом. Вам нужно было продаботать вашу эмоциональную сферу. А что именно в этой эмоциональной сфере нужно было проработать? Поэтому здесь был связан с этим конфликтом. Мы как бы не могли вырубить эту ситуацию, да, то есть она была конфликтная, и не было спокойствия на душе. С чем была связана вот эта вот эмоциональность, да, с умением выбирать то, как вы выбираете себе партнера, да, здесь партнеры, и это влияло на ваше будущее. Ваш выбор, он основывался на инстинктах. Независимо от того, это профессиональный партнер, там человек любимый, он основывался на инстинктах. То есть вы как-то на эмоциях, ааа, мне это там человек вызывает там мурашки по коже. Все, это мой человек, и я его выбираю, я его выберу в партнеры. То есть вы не видели логику, не видели, ну, не видели реальность. Видели так, как вы хотели. А сейчас вы этот урок пришли, да, вот что вы сами себе говорили. Да, и ваше колесо фортуны, колесо судьбы изменилось, закрутилось. И вы как новый ученик идете в новое, да, и идет извлечение вот именно того, что не получилось. Здесь как будто бы, знаете, вы не получили то, чего вы очень сильно хотели. И вместо того, чтобы как-то разочаровываться, вам как будто бы вселенная, знаете, опарсия говорит, сюрприз, мы вас разыграли, это был розыгрыш. И вы такая, а вы не заберете, значит, то, что я хотела. Нет, нам не надо было забирать, нам надо было проверить, насколько ты сможешь отказаться от этого или нет. Ну, то есть, потому что это было очень важно. Ну, это как, знаете, как в притче у царя Соломона, да, про двух матерей, когда одна была настоящей матерью, а другая приемной. И настоящая мать отказалась от своего ребенка, да, только потому, что она хотела, чтобы он был жив, да, и счастье ему. И таким образом, ну, я сейчас эту притчу не буду пересказывать, вы читаете в интернете, таким образом царь Соломон разъяснил и показал, кто является настоящей матерью. То есть, настоящая всегда, если особенно ты любишь человека, да, ты будешь отказываться от этого человека, если его выбор будет с кем-то другим. Ну, то есть, ты хочешь, чтобы он был счастлив. Какая разница, он будет с тобой либо с другим, если ты действительно любишь человека, ты хочешь его счастья. Вот здесь вот примерно про то же самое. И вот отказавшись от того, что вы хотите, здесь, по сути, урок был на ваш эгоизм. Вот в чем он заключался. Потому что здесь идет двойка костей, да, как примирение. Вы тем самым шагуны к себе. С одной стороны, казалось бы, отказались, да, я должен был это потерять. Так вы это не потерялись, понимаете. Вы это не потеряли. Отказавшись от этого, вы не потеряли. А вы, наоборот, приобрели, но вот что-то такое настоящее и искреннее вы получили, короче говоря, намного больше, чем вы потеряли. Так, я... Нет, я не буду сюда тебя собрать, думаю. Ладно, вышли уже эти карты, так вышли. Вот такие у меня... Такое было послание единички вам. Так, собираем. Интересное, интересное. Я тоже себе загадала. Первая позиция. Так, вторая позиция. Двое, смешно настроение. Поднялась, потому что я что-то начала, как-то так это, как говорится, за упокой, а сейчас за здравие. Так, вам две карты. Вообще не правильно, 24. Нет, три есть, не очень, потому что так идет, не знаю. Так идет. Вам послание из вашего будущего, вам самим. Шок, эгоизм, а это перевернутое, аскетизм. Шок, 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 шок. Чем-то вы тут шокированы, да, какое-то вот послание. Причем это связано с первой чакрой. С первой чакрой здесь как-то с инстинктом. Может быть, это будет связано как-то с вашим здоровьем. Здесь какой-то вот испуг. Чего-то вы здесь испугались. О чем здесь? Что это за общение? Смотрите, здесь выпадает карта страха. Девятка костей. Посмотрите, он убегает. От чего вы здесь убегаете? Здесь какое-то послание вам говорится по поводу ваших страхов. О чем? Что за страх? Страх, то, что вы избегаете каких-то конфликтов, каких-то ссор. Да, и начинаете себя накручивать. То есть вы боитесь, вы как будто бы боитесь себя, боитесь вот этих состояний, что вы там все напридумываете. Вообще, будет такое ощущение, что вы как будто бы любитель всю преувеличивать в негативном ключе. Так, окей. И что с этим шоком, да, с этим страхом? Что здесь за послание? Ну, королева кубка говорит как раз-таки об эмоциональности, о переживаниях. И это как будто бы является вашим опытом. Двойка кристаллов, двойка кубков. Смотрите, здесь какая красивая двойка кубков. Как я ее здесь люблю. В этой колодке. Смотрите, сколько нежности, сколько красоты. И, да, и кристаллы. Кристаллы, это кубки здесь выпадают. Так. Секунду. А, ну здесь вы боитесь, да, здесь вы боитесь. Все понятно. Здесь вам информация идет о том, что вы накручиваете себя по поводу, возможно, любви, по поводу партнерства союза. Что быть может у вас никогда не будет вот такого, знаете, ну не знаю, семьи может быть. Если у кого-то есть семья, то здесь вопрос то, как вы чувствуете. Что вы знаете, вы человека для души. Именно, чтобы было единение, чтобы было какое-то вот исцеление. Здесь вы очень сильно боитесь то ли открыться, то ли боитесь влюбиться, то ли боитесь проявлять свои эмоции, свои чувства. Вот здесь как будто бы вам говорят, что все, что вы боитесь в эмоциональном плане, да, это придуманное вами. Это как раз и не принятие вот этой своей, вашей эмоциональности, своей чувствительности. Вы их избегаете. Избегайте, потому что вы настолько все это сильно в огромных масштабах можете ощущать. То есть у вас есть дар любви. В прямом смысле. Вы умеете любить, умеете любить по-настоящему, очень глубоко, как говорится, всеми своими фибрами. И вы души, и вы боитесь, потому что вы как-то, знаете, изливаете эту любовь на другого человека. У вас нет уже фильтра. Вы отдаете себя без остатка другой человек, который особенно не... Почему вы выбираете себе таких людей достаточно холодных, которым, да, нужна любовь, но они не привыкли к этой любви. И вы вдруг на них целые ушатые, этой холодной воды, своих эмоций выливаете, они такие действительно в шоке, что происходит, да. То есть я хочу любви, но не столько, они начинают убегать, а вы не понимаете, что не так. Я же тебя люблю, а ты от меня убегаешь. Вы очень много даете. Вот здесь вот это вот посыл вам о том, чтобы как-то дозированно. Не бойтесь своей любви, а давайте, да, давайте из-за изобилия, не из дефицита, а из изобилия. Ну, хотя у вас нет дефицита, вы генераторы этой любви. Вот, но то, что вас шокирует, что вот, может быть, кто-то убегает, это ваш урок, да, научиться. Хочется сказать, давать эту живительную воду в меру не одному человеку, а попробуйте ее развить на нескольких людей. Есть такое ощущение, что вы как будто бы на одного какого-то человека, потому что на двоих ее постоянно изливаете, вот, а человек не готов принять такой объем. Поэтому вам лучше, если вы будете эту живительную воду дарить многим людям, не одному какому-то или другому человеку, людям, а большому количеству. И тогда вы будете постоянно генерировать, и люди будут довольны. Здесь про это. Здесь второй вопрос. Оранжевый, да? Каждый. Да, здесь эгоизм, эгоизм. Что у нас здесь с эгоизмом связано? Что здесь за послание? Здесь такое ощущение? А, в плане, в плане коммуникации, да, в плане общения, в плане принятия разности. Вот я, по-моему, в каком-то из своих недавно раскладах вам уже говорила о том, что вы как будто вы родились с этим уроком, да, именно разности. Потому что у меня здесь абсолютно, значит, буддисты, и мусульмане сидим, и один, значит, африканец. Они все как будто бы объединяются, у них разные религии, разные понятия, разный возраст. Все абсолютно разное, но они как будто бы объединяются воедино, да, вот именно в каком-то диалоге. И это связано как-то с вашими желаниями. Я сейчас не могу найти связку, но, возможно, в вашей ситуации вы сами поймете, потому что вы ее проживаете, вам это понятнее. Здесь, значит, связка какая? Желание, эгоизм и коммуникация. Вот что это, вот эти три вещи связывают, какая-то общая цель, какая-то общая цель связывает. Общая цель, причем материальная какая-то, то ли заработка. Это такое ощущение, как будто бы много людей разных национальностей работает на одном предприятии, ну, в одном месте, да. И они как-то не могут разговаривать, договориться. Это как это, лебедь, рак и щука. И вот они как-то не могут договориться, поэтому по мозгу вперед никак не двинется. И вот здесь вот эгоизм, это ваш урок. Вы не можете получить, здесь вы сами себе говорите из будущего, что ваше желание не реализовывается. Почему? Потому что здесь ярко выражен ваш эгоизм. Он связан с тем, что вы не можете найти общие точки коммуникации. Знаете, вот это вот понимание того, что меня никто не понимает, я какой-то не такой. То есть, когда вы сами себя выделяете, но выделяете и тем самым как будто бы отдаляя от общества, вот возвышая, да, что вот только вы не такие, как все, а все как будто бы одинаковые. И вот в этом проявляется какой-то эгоизм. И вот связан эгоизм с чем? Что вместо того, чтобы себя выделять, нужно научиться коммуницировать, общаться с разными людьми, разных религий, понятий. Где-то внутри у вас есть, ну, то есть, ваше отношение к чему-то отличному от вас, оно присутствует, но понимания как будто бы как с этим взаимодействовать нет. То есть, вам нужно наладить коммуникацию, да, здесь ваш урок связан с этим. И вот из-за этого вы как будто не можете, ваше финансовое положение не может стабилизироваться как. То есть, вы не можете получить то, что вы хотите финансово, вы не можете позволить себе, да, как-то реализовывать свои желания. Почему? Потому что здесь вы не принимаете, как эгоизм здесь проявляется, через непринятие мира. То есть, мир, допустим, говорит, вот я создал в этом мире все уместно. И тараканы, и крысы, и змеи, и бабочки, и жуки, и божья коровка. Но почему-то вот мы божью коровку выделяем, а мыши и крысы мы не любим. Я вообще дико боюсь мышей и змей. А вот этих вот представителей, да, то есть, они типа плохие. Вот здесь вам вот это не нужно. Вам нужно смотреть, что они тоже выполняют какую-то функцию, да. То есть, они тоже для чего-то нужны. И вот как только здесь, вы понимаете, здесь вопрос не в том, что вы это принимаете, а дело в том, что вот в этой тваре, от слова творение, вот в этой тваре тоже присутствует дух, тоже присутствует свет. И когда вы не принимаете эту тварь, это творение, вы как будто бы не принимаете часть духа. А непринятие, это напрямую имеет отношение к эгоизму. Почему? Потому что, когда есть единение духа и души, да, тогда оно как-то, знаете, вот на автомате происходит принятие. Потому что душа, она как будто бы вот впускает и осознает, что имеется, как это сказать, полное слияние с духом, да. То есть, вот две составляющие, как духовность и материя, а одно без другого жить не может. Это как ини-янь, а мы выбираем что-то одно, либо ини-янь, да, и отказываемся от чего-то другого. А мы вам говорят, так нельзя, поэтому вы урок этот не проходите. Здесь вам ваша душа говорит о том, что, возможно, у вас будут такие уроки, вам нужно будет на это обратить внимание. Так, и, конечно же, третье послание, связанное непосредственно здесь богатство. Ну, а вот как только проработаете вот эти вот, исцелите свою вот эту вот избирательную любовь, вот смотрите, здесь послание, оно как будто бы, вроде бы по отдельности, но как-то одно перетекает в другое. Оно говорит о том, что, когда вы научитесь любить, не избирательно, там, Сашу-Машу, Свету, там, клубнику, что там еще мороженое кто-то любит, какое-то там ванильное, пламбедное, а и, там, пивасик или еще что-то, я не знаю. Хотя я сомневаюсь, что вы пьете, но все же, научитесь просто принимать. Я не говорю это любить, не любить, я говорю это принимать. Вот как только это пройдет, ваш эгоризм, он излечится, и как следствие наладится ваш финансовый поток. Потому что здесь, понимаете, когда я сопротивляюсь, то есть непонятие это что, это сопротивление. Вы сопротивляетесь, значит, вы с этим боретесь. И вот то, с чем вы боретесь, это то же самое финансы, да, потому что это энергия, это одна и та же энергия. И, по сути, вы как будто бы отказываетесь от этих денег, только эти деньги, они выражаются именно не в чем-то неодухотворенным, а именно через людей каким-то образом, да. То есть, вот, как бы так сказать. То есть, любовь, так скажем, любовь, отношение имеет просто прямое отношение к деньгам. То, как вы любите, да, то вот, насколько у вас выровнял вот этот вот обмен с людьми через состояние любви, это тот же самый показатель и в деньгах. То есть, здесь вот такая вот связка, здесь у вас вообще все связано. Что у вас здесь по богатству? Какое послание? Ну, на, страшно. Страшно. Что вы здесь не понимаете? Ну, вы боитесь, вы боитесь вот это, знаете, больших денег, боитесь перейти как-то. Вот как-то вот на другой уровень, как ни странно. И это связано с тем, что вы не принимаете. Вот здесь вот с этой любовью, на ней завязан весь ваш урок. И это урок вашей души. Как только вы его пройдете, вот здесь вот сразу у вас все выравнивается, вас выбросит на другой уровень. А пока вы его не принимаете. Почему? Потому что у вас, ну, смотрите, у вас замерзшее сердце. Ну, вот как сказать, вот смотрите, карта мужчины идиот. Не знаю, он там сейчас отвечает, серый будний. А здесь в льдинке другой человек, да, это его сердце. Он сам себе кричит, но он не слышит, понимаете. Вот ваше сердце, оно замерзло. Вы не проходите здесь вот урок о любви. Не проходите урок о любви, нету стабильности. Не реализуется ваше желание. Не реализуется ваше желание, нету денег. Поэтому, что ты хочешь? Я хочу деньги на свои какие-то желания. Я это не могу почему-то учить. Почему? Вот здесь, любовь, страхи, накручиваете, избегаете какие-то конфликты. Я не говорю о том, что вам нужно конфликтовать. А конфликты – это непринятие тоже чего-либо. И вот когда внутри вас возникает этот конфликт, sorry, это как будто бы вам урок, что где-то вы с чем-то боретесь, сопротивляетесь. Не надо вам бороться, не надо сопротивляться. Так, какая у меня была вторая позиция? О, круто-круто. Мне нравится. Короной тин. Так, третья позиция – зелененький камешек. Здесь почему-то я тоже хочу четыре карты вытащить. Двоечки не обижайтесь, но, конечно, что вам три. Это сейчас здесь я просто все интуитивно вытаскиваю. Послание. Даже не четыре, а пять. Или четыре. Сейчас. Вот сколько вышло. Рука сама понеслась. Пять. На пять, так пять. Да, я, по-моему, сказала, да? Пять. Вот, и засомневалась. И как только засомневалась, рука сама вытащила. Столько, сколько нужно было. Так, шин. Назад. Ничего страшного. Я буду, как солнышко, сиять для вас. Так. Ха-ха. Даже не пятьдесят шесть. Шесть, так шесть. Шесть, так шесть. Значит, по порядку давайте. Значит, первое перевернутое. О чем здесь сообщение ваше? Из вашего будущего. Оранжевый, да? Социум. Здесь у вас какое-то идет отвращение, да? От социума. Почему-то вы чувствуете себя каким-то, знаете, сори за выражение, каким-то уродом. Потому что здесь такая картинка, поэтому я вам и говорила отображение. Какое-то непринятие, да? Нету, не проявляете. Либо вас так не проявляете в социуме. Здесь ощущение того, что вы как-то вот свое место не можете найти в социуме. Ощущаете себя вот каким-то не таким, да, вот страшным уродом. Как будто бы идет вот отвращение, понимаете? Как будто бы социум вас выталкивает. Почему вас выталкивает социум? Почему отталкивает? Потому что вы слишком конфликтные. Потому что вы такие, знаете, огненные, колючие, колкие. Может быть, став сейчас такой. Да, 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 здесь вот тут тускости опять-таки. Конфликт, конфликт, конфликт такой. И вам говорят, что вот это вот нужно аннулировать. Улица здесь от этого нужно избавиться. Здесь, знаете, как сейчас скажу. Здесь такое ощущение, что вы как будто бы не хотите. Вот мне показывают, когда на огонь воду наливают. И вот по идее этот огонь должен потухнуть. А у меня в картинке, что он вместо того, что потух, он воспламеняется еще больше. Знаете, как будто бы стараешься его погасить, а он еще вот на зло, на зло, на зло. Здесь столько агрессии, столько злости. Вот это нужно убрать. Поэтому у нас отращение. А на что вы злитесь? Знаете, здесь по-разному. Здесь кто-то злится даже и на своих предков. Здесь злится на духов. Здесь злится на прошлое. Злится на самого себя, что не может как-то собрать свои частички воедино. Нету какой-то поддержки, нету помощи. Здесь злость связана с тем, что как-то не можете пойти в развитие, не можете двинуться дальше. Здесь такие смешанные эмоции. Что вам с этим делать? Что вам с этим делать? Да, здесь же послание. Послание вообще говорит о том, что вам нужен свой вот этот вот огонь поумерить. Вот такое послание. Но что вам нужно сделать? Знаний вам не хватает у Верховной Жрицы. Я сейчас, знаете, что я сделаю? Я соберу колонку, потому что у меня такое ощущение, что мне нужно будет много здесь говорить. Что, в принципе, я не делаю. Что поможет прийти в баланс? Вам не хватает каких-то знаний. Вам не хватает мудрости. Вам не хватает какой-то информации. Как это сделать? Понимаете, здесь у вас в чем фишка? Нереализованная у вас здесь вот эта вот огненность, да? Смотрите, какая алая змея, и на ней маленький мальчик. У него нету ощущения, чувство страха, да? Чувство вот этой вот опасности. Он это видит, как американские горки, что это хорошо. Вот действительно, на этих американских горках, то есть люди как будто бы... Идет избыток адреналина, но как будто нет вот этого чувства риска, что... Сломается, да? Много же было таких случаев. И вот на этой горке ты застанешься, и что тогда? И вот здесь вот это вот чувство, что вам... Нет у вас информации о том, насколько вот эта энергия агрессивная, да? Насколько она вас разрушает. То есть вам, возможно, кажется, что она вас как-то мотивирует. Вам это интересно. Здесь вот риск, вы очень сильно рискуете. Чем вы рискуете? Вам не хватает этих знаний о том, что... Чем вы рискуете? Ну, во-первых, вы рискуете разрушить себя, свою сарку... Нет, свою плоть... Сарк по-калючки. Свою плоть в прямом смысле заболеть. Вот здесь вот очень много огня. Если вы это того как-то не выпустите, да, то... Ваша психосоматика сработает, да? То вы как будто бы заболеете. Будьте аккуратны, кто выходит в астрал. Здесь такое ощущение, как будто вы какие-то энергии, знаете, чужеродные. И вы не... У меня такое чувство, что то, чем вы занимаетесь, вы как будто бы не отдаете себе отчет в опасности и рискованности данного дела. И вы только вот это вот ваше невежество, в кавычках, оно в какой-то степени вас и уберегает, да? Если бы вы осознавали, вы бы и делали то, что вы делаете сейчас, вы бы намного быстрее, ну, спалились как-то бы, что-то плохое произошло. Только вот, знаете, вот как это... Дураку море по колено. Вот из-за того, что вот, ссорь, раздражение, да, в какой-то степени вы являетесь дураком, невежий, ну, человека, который не знает, не ведает. Это вас в какой-то степени и спасает. Хорошо. Я не буду сейчас смотреть, что вам с этим делать, да? Подумайте самостоятельно, потому что этот расклад все-таки направлен на послание. Здесь послание о том, что это связано как-то с... Послание говорит о том, что вы в суцуме не реализовываетесь, потому что идет отвращение, вас видят уродом. Вот это вот уродство ваше, оно связано с вашей агрессией. Ваша агрессия и гневливость, она происходит от того, что ваш потенциал какой-то не реализован. Это с чем связано? Это связано с тем, что у вас есть вот эта вот надобность в адреналине, вот в избыток этого. Это надо как-то выплеснуть. Только выплеснуть это надо созидательно. А вы это делаете как-то очень сильно рискованно. И вы не отдаете себе очок. Вот о чем здесь речь идет. То есть попробуйте эту энергию направить в созидательное русло. Вы очень сильно рискуете. Прямо очень сильно. И как раз вот следующая карта, скорее всего, она дает подсказку. Неправильно, да? Неправильно, потому что это желтое, потому что оранжевое. Отвращение было не в социуме, а в мире, ну, в ваше взаимодействие. Да, это вторая чакра. Это ваше взаимодействие с миром. А вот в социуме вам, наоборот, нужно как-то выражать это через служение. Вот эту вот всю свою энергию вам нужно направить на служение. Служение кому, чему? О чем? Какое здесь служение? Служение будет заключаться в том, что вы должны разрушить какие-то свои... Как оно называется? Какумиры, да? Кажется, не возводите, какумиры. Вот здесь разрушить какие-то свои убеждения. Какие-то идеалы. Вот, вспомнил. Здесь ваша душа требует полного высвобождения через... Есть какие-то идеалы. Вот как надо, как правильно. Вот это вот все должно разрушиться. Причем разрушиться, и это, в принципе, сейчас у вас и происходит, потому что здесь выпадает еще и пятерка бубных, то есть пятерка пятаклей, говорящая как раз о том, что человек тратит абсолютно все, не только деньги, но и свое умение, и совесть, все. И вот здесь духи над ним смеются, да, потому что он должен упасть на самое дно, для того, чтобы начать заново. А упал он туда из-за своих каких-то убеждений, из-за своих каких-то взглядов, идеалов. И из-за того, что он вовремя не смог их разрушить, да, сейчас он вот падает на самое дно. И вот именно вот в этом состоянии, когда вы находитесь на самом дне, вам нужно научиться служить. То есть вот как будто, вы знаете, мне уже и взять нечего, и вот я все равно должен что-то отдавать. А что вы должны отдавать? У меня такое чувство, что в вашем понимании это какое-то вот материальное, а здесь нет. Здесь служение связано с чем? Вот это ваш урок духовный, да, по повешенному. Здесь надо вот через боль, через лишение, да. То есть когда мне самому трудно, мне надо научиться помогать другому человеку. Что-то делать для других людей. Знаете, вот как говорили в бывшем союзе, вот эти вот Тимуровские команды, уже опять я вспомнила. Что я вспоминала? Там какие-то, я не знаю, собирали одно время металлолом, как-то вот бутылки, да, сдавали, помогали там. Эти, как его, те, кто были во время Великой Отечественной войны, вот этим старикам как-то помогали там. Через дорогу переведешь, хлеб купишь. Вот что-то такое, понимаете? Вам нужно это делать не материально, на откуп, а какие-то добрые дела делать для других людей. И это вот как-то, понимаете, здесь вопрос не в том, что вас учат помогать, а вас учат, как будто бы здесь ломают какую-то вот вашу гордыню, понимаете? Вот здесь какая-то работа идет, вот, что вы через себя, через себя. Вот эта вот гневливость, это проявление вашего эго. И вот его рушат, его разрушают, поэтому он злится, поэтому он агрессирует, поэтому он не принимает какую-то ситуацию, поэтому он не удовлетворен. То есть это не ваша душа, а это проявление эго. И с ним как будто бы идут вот эти вот все баталии. И в этом заключается ваш духовный урок. Через лишение вас того, что для вас самое ценное, то, что для вас самое важное. Причем у вас забрали уже все. Но нет же, вы же не можете отказаться от черт каких-то своего характера. Понимаете, здесь вот вас ломает ваш характер. Хорошо, следующая карта. Тоже про социум. Вот здесь про социум, да, много говорили? Что у нас было перевернутое. Самобожествление. Вот карта называется, да, самобожествление. И здесь такой этот фараой пальцем показывает. То есть я царь и бог, я повиную и приказываю, и делайте это все, что скажу я здесь. Вас, вы знаете, прорабатывает вашу власть, вашу силу. У вас очень много силы. Вот этот вот адреналин, огонь, который есть, это ваша сила. И такое ощущение, что вот идет искушение на власть и силу. Куда вы ее применяете? На что вы ее применяете? Здесь это настолько глубоко, что мне кажется, что вы сами даже этого не замечаете, да. Вот как бы вы ни копались, вы этого не заметите самостоятельно. Потому что это вот как-то, знаете, как змея подколодная. Она так хорошо скрыта, так замаскирована, что вы это не увидите. Самобожествление с чем связано? Ну вот со страхом. Чего вы тут боитесь? Вот вы боитесь денег. Почему? Потому что вот опыт такой был, да, когда есть деньги, вот как раскулачивание, да, у нас деньги забирают. Все деньги забирают, и я остаюсь без ничего. И я как будто уже боюсь вот этой вот финансовой независимости, денежного какого-то аспекта. Тут постоянно меня это лишает, да, чтобы проверить мой характер, изменить его. И я уже вообще по жизни ничего не хочу. Это все делается для того, чтобы вы пошли в новое. Вот абсолютно в новое. Не идете вы в это новое. Не идете. Или здесь страх идет. Вы понимаете, вас уже деньги забрали, вас уже лишают ваших идеалов. Уже все забрали, вы уже, sorry за выражение, да, как говорится, дурью боитесь. Потому что, ну, энергия есть, а в новое я не иду. То есть вас и так бегает, вас и так бегает. А вы туда не идете, потому что есть страхи. Дальше. Следующее послание. Догматическое мышление. Вот я виновата, что ли? Потому что карты так в... Догматическое. Ну, вот догмы, вот это вот, знаете, вот эта вот правильность, то есть иерофант. Это же ведь перевернутый дьявол. И перевернутый иерофант – это дьявол, это фанатизм, это самое высокое проявление эгоизма. Она очень сильно наказывается. Фанатизм, он наказуем даже полным избиранием памяти. То есть развоплощением, да? Это бросит нам много-много веков назад в развитии. То есть вот здесь вот этот вот догматизм в вашем мышлении. Вот только так, так, как я сказала. Ведь это урок на силу. Посмотрите, пожалуйста. Сейчас я не хочу никого обижать. Я прямо сейчас говорю, и я понимаю, что у вас, может быть, сейчас вызывается какое-то недо, да не про меня. Ничего личного, да? Помните. Мы просто выявляем сценарий, и когда нас цепляют за то, что вот нам больно, это не вы, это не вам больно, это вашему эгоизму больно. Он сопротивляется, он не принимает. Догматичное мышление. В чем у вас вы? В чем вы такие догматы? Вот именно, причем, знаете, вот этот догматизм, он же может быть в правильности, что вот надо вот так, да, я знаю, я, допустим, начитываю, я эрудированный. Безусловно, вы знаете, никто же не говорит, что нет. Но так, как вы доносите что-то, да, оно в нем присутствует какая-то вот надменность, понимаете? Вот все карты говорят про эгоизм. В неумении коммуницировать с другими людьми, отличными от вас. Вот все время есть вот это, знаете, вот учительство, ну, поучительство, нравоучение, морализм. Вот все про это, понимаете? У вас есть знания, вы можете их передавать. У вас же есть служение, но как вы должны служить? Понимаете? Не то, что я буду тебе советы давать, я буду тебе говорить, как правильно, ты же ко мне пришел, вот сиди и слушай. Нет. Вопрос в том, как вы передаете информацию. Одна, следующая карта тоже перевернута, и последняя тоже будет перевернута. Догматичная ненависть. Я не специально вытаскивала карты. Я, вот я вам даже могу показать. Вот, перевернута, я не знаю, сколько там видно будет, ну, шлиф здесь мелкий. Догматичная, так и написано. Причем я в первый раз вижу эту карту, да? Догматическая ненависть. Ладно, мы уже говорили про догмы, и здесь. И косность. Да, то есть вот как раз таки, смотрите, все карты говорят о догматизме. Почему? Потому что не хватает мягкости, не хватает гибкости, гибкости в суждении, в принятии. Вот, понимаете, у вас очень много знаний, и я не удивлю, что вот вы прошли очень много разных курсов, да, чему-то там научились. То есть я не исключаю уровень вашего интеллекта. Но причина, знаете, вот, в стереотипах. Вот эта догматичность, да, и ваша косность, поэтому здесь всегда у вас императоры выходят, четверки. То есть я сказал, еще раз скажу, вы можете на работе быть хозяином, к примеру, и отдавать указания своим подчиненным. И ваши подчиненные могут вас ненавидеть. А может быть так, что вы опять будете начальником, и то, как вы передаете указания, да, своим подчиненным, и они вас уважают. Здесь вопрос в том, как вы говорите. Не что вы говорите, а как вы говорите. Разговариваете ли вы на равных, да, с человеком? Либо наоборот, где-то вы совершаетесь, либо наоборот, падаете вниз. Вот вам нужно научиться разговаривать на равных, да, то есть вот это вот мера какая-то уважения, что, ну, видеть в человеке, например, вот как будто бы вы разговариваете с Творцом. Вот в каждом человеке находится Творец. И вы разговариваете не с человеком, а вы разговариваете с Творцом. Потому что, по сути, душа, она такая. И просто пересмотрите, вот с кем и как вы разговариваете. Я не говорю, что вы так делали. А в своей голове посмотрите, где и кого вы действительно, ну, как-то принижаете. По разным причинам. По уровню развития, по социальному какому-то статусу. Может быть, это авторитет, да, допустим, больше как-то вы знаете. Я не могу здесь определить, но здесь, знаете, у меня такое чувство, что душа ваша, она как будто бы страдает. Она хочет, но как-то вот избавиться от этого эгоизма. Я же говорю, она как змея подколодана, этот эгоизм. Он не видно, он маскируется, да. То есть, мне кажется, ну, я уже работаю, я уже это пробовала, я это пробовала. О чем ты мне сейчас говоришь, или нет? То есть, я уже, в принципе, все это сделаю. Но вот когда вы это говорите, где-то вот внутри, у меня такое ощущение, что вот какой-то голосок такой ехидный подсменивается, говорит, да-да, так оно и есть, да-да-да, ну, а мы будем делать свое. посмотрите, где вы, здесь вопрос власти, власти и силы. Вот ваш эгоризм, он проявляется, возможно, вы хотите каких-то знаний, да, приобретать. Для чего? Для того, чтобы казаться сильнее. Для чего вам сила? Для чего вам власть? Для чего вам вот это вот подтверждение ваших умений, ваших знаний? Вот я спрашиваю, для чего, почему у вас эта косность, о которой здесь речь идет, да, потому что где-то себя накрутили, а накрутили, как защита. Знаете, маленькая собачка, у которой, ну, подвержена атакам со стороны больших собак, она же должна как-то выживать. Вот она начинает гавкать, как защита, шума много создаёт, чтобы казаться как-то больше, да, обратите внимание, все животные, у которых есть волосы, да, они когда, то есть, ну, агрессивно настроены, да, особенно волки, собаки, у них щетина встаёт, волосы встают дыбом, да, то есть для чего? Для того, чтобы казаться больше, чтобы больше пространства занять. Потому что страшно. Вот у вас, у вас, вам сила эта нужна. И вот это вот, то, что мы говорили, да, про эго, причина заключается в том, что у вас разбито сердце, вам больно, и это ваша защита. То есть вы защищаетесь через большую силу, через большую власть, через большее умение, через большее знание, чтобы показать своё превосходство. И это всё почему? Потому что больно. Потому что больно. И отсюда у вас гнилливость, отсюда у вас агрессия это идёт, отсюда идёт непринятие. Почему? Потому что я устал бороться, я устал сторожаться для того, чтобы получить какое-то подтверждение. Зачем вам подтверждение? Потому что сердце разбито, потому что вам больно в душе. И вы вот свою боль защищаете вот такие механизмы. Вам надо первично, вообще даже не обращать внимания вот ни на ягазниизм, ни на что, сердце своё излечить. Смотрите, раны, раны, которые у вас есть в сердце, да, и прийти к королю кубков, наполниться любовью, излечиться. Причём здесь, смотрите, какой красивый король кубков в этой колоде, она вообще очень красивая. Он сидит здесь на черепахе, черепаха. Медленность, знак мудрости, и они плывут по реке жизни. Наполниться любовью, нам поставить более мудрее, излечить своё сердце, излечить всё своё сердце, и вот это вот всё автоматически, вы уже, понимаете, когда вы наполнены, вы изобилия своего, даже опять я не хочу говорить шаблоном, когда вы наполнены, просто, вот представьте, у вас хорошее настроение, вам мир улыбается, вы не хотите что-то сделать для других людей, вы в этот момент не думаете, а нужно ли мне знания, нужна ли мне какая-то сила как-то самоутвердиться. Мне просто хорошо, я что-то делаю для тебя, я тебя понимаю, потому что я этого хочу, потому что мне это приятно, потому что есть какие-то корыстные цели. А когда сердце разбито, когда больно, да, в душе, что бы мне ни сказали, да, я с больной головы на здоровую начинаю это все переносить. Поэтому здесь вам нужно излечить ваше сердечко наполнится любовью не через кого-то, а внутри себя. Посмотреть, кто, кто вам разбил, когда, как, с чем это было связано. Вот это вот ваше такое большое послание, причем шестерка, и это не случайно. Шестерка на древе жизни это сфера Атеферин, а ей соответствует солнце. Солнце оно либо согревает, либо оно наоборот обжигает. Когда оно перевернутое, это проявление эгоизма. Шестая сфера. Планетарная нумерология солнцу соответствует 666. Это как раз таки перевернутое солнце проявление эгоизма. То, что мы говорили дьявол, да? Вот. Вот вам и цифры. Такая была у меня троечка. Судя, если как-то что-то сказала болезненно, ну, как-то, когда передают, я говорю. И это сейчас не оправдание, потому что я сама такой человек, когда, знаете, что-то смотрю в раскладах и там говорят, что-то такое больное, неприятное, у меня вот появляется, что-то там сгибает, начинает, да? О чем-то ты говоришь, я начинаю эмоционировать, переживать. Вот. И поэтому а я же такой человек, как компа, да? Я ставлю себя на место другого. И вот я сейчас представляю, ну, то есть, такое ощущение, как будто я сама себе говорю. Мне бы это тоже было неприятно, но такое послание, я же не выбираю ничку личную. Я просто хочу, чтобы все были счастливы. А я с вами обращаюсь уже до понедельника, всем отличным солнечным выходным, такие же, как у меня. Я такая, напялилась здесь шарфик в надежде того, что согреюсь. Ну, потому что что-то холодно у нас стало. Вот. А я такое теплолюбивое животное, взять жирафа и поместить его куда-нибудь туда, на Аляску. Он же, это самое, замерзнет. Вот и я такое, теплолюбивое такое животное. Вот. И вдруг, неожиданно, у нас холодно, так, два-три градуса. Ну, для России, это, это, наверное, не совсем холодно. Ну, а для нас это холодно. Я так, оделась шарфиком, тут солнышко и согрелась. В общем, прощаюсь с вами. Всем отличного настроения, счастья вам всем, здоровья, побольше улыбайтесь, наполняйтесь, светите для себя, будьте солнышком для себя и согревайте всех, кто рядом с вами. Всего вас обнимаю. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok